МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В контексте строительных отрядов могу представиться пятикратный ветеран движения. Прошла путь от командира линейного отряда до комиссара зоны. Не пугайтесь, зоной назывались зональные студенческие отряды. А теперь о моих собеседниках. Итак, Иван Владимирович Демидов. Сегодня это семикратный ветеран студенческих строительных отрядов. Прошел путь от командира линейного звена до комиссара областного штаба ССО. Ваня, добрый день. Приветствую. Давид Борисович Блицман, четырехкратный ветеран студенческих строительных отрядов. Прошел путь от командира линейного отряда до зонального командира студенческих строительных отрядов. Мария Михайлова, командир Тверского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации российские студенческие отряды. Мария представляет сегодня современное поколение ССО. Мария, добрый день. Здравствуйте. Наталья Тихомирова, комиссар Тверского регионального отделения молодежной общественной организации российские студенческие отряды. Наташа, добрый день. Молодое поколение ССОшников доблестных, уважаемые друзья, приветствую вас. 17 февраля, мы сегодня собрались не случайно, объявлено днём рождения студенческих строительных отрядов. Это официальный праздник, официальный день российских студенческих отрядов в нашей огромной стране. День назначен президентом Российской Федерации. Когда назначен, Мария? В 2016 году. В 2016 году. Это уже сколько лет прошло? 5 лет прошло, как мы празднуем этот праздник. Хотя, Вань, у нас не было такого. День был, единый день студенческих строительных. Или студенческие строительные начинались, когда мы собирались на манифестацию, и народ отправлялся. Первоначально мы это приурачивали ко Дню строителя. А, День строительства, это святой праздник. Это поэтому, кто прошёл, наверное, школу студенческих строительных отрядов, для каждого из этих людей День строителей – это второй профессиональный праздник. Кем бы он там не был, он не был бы ткачом, музыкантом или прочее, если он был в СССР, то, значит, это уже был день. Давайте мы поговорим сегодня о том, зачем это надо было, да, школа строительных отрядов, кому это надо было. И что фактически из того огромного массового молодёжного движения времён СССР перешло, перевелось плавно в современную Россию. Вань, ну порассуждай. Ну давайте я на эту тему порассуждаю, собственно говоря, периодически на неё выходишь, но в этом практически ничего не открывается тоже. Есть на самом деле очень глубинная какая-то внутренняя суть человеческая, особенно в молодом возрасте, когда человек хочет постичь этот мир. И дойти до сути, что он хочет в этом делать. Для этого, естественно, и учёба начинается, и общение, и узнать, как выглядит этот мир, и что ты можешь в нём сделать. И когда открывается, что чем больше ты делаешь для этого мира, ты сам растёшь. И чем вот эта ответственность появляется у тебя раньше, тем на самом деле вырастаешь гораздо больше, нежели если бы ты ничего не делал. Потому что человек без мечты превращается в животное. Тут уже это аксиом, который не мне говорить. И вот в молодости есть романтизм. Есть романтизм, тяга к звёздам. И выйти за пределы обыденности, она прежде всего присутствует в молодёжи. Это вот их основная черта. В нашем возрасте мы уже наблюдаем, мы говорим немножко со стороны. Наверное, не так идёт, не той дорогой. Да, в наше время всё было по-другому. А ты только сам и думаешь. Ты думаешь, ты прав, и всё, и никаких вопросов. И вот стройотряд давал возможность тебе проверить практически, что ты можешь сам и как ты это будет выглядеть. И появлялось, во-первых, удивительное ощущение, вот чего мы почти в последнее время разъединившись, живём в каждой своём... Кажется, в своём телевизоре, я бы сказала, или ноутбуке. И там тоже, да, молодёжь туда уходит. Там и в квартирах заперты, и на соседних клетках даже не здороваемся. Не знаем, кто там уже поселился. А если кто-то стучит, гремит, мы вообще-то уже стараемся не заходить, не дай бог. А там был удивительный мир, вот это ощущение, 25 человек, когда собирается, 30 вместе. Ну, бывают и большие отряды были, там и до 200 человек выезжали. Там, в принципе, ребята гораздо лучше меня... Ну, Давид там расскажет. Это объединение. И вот это... Там получалось не плюс, а множительное, если вот с точки зрения математики брать. Не, значит, не умножение, ой, не... Ну, как прогрессия. А умножение, да. Вот эти эмоции человеческие, прежде всего. Значит, доброта, порядочность, вот это всё всплывало. А если ты в чём-то мог косячить, нынешний язык выражать, то тогда тебе говорили, парень, ты не туда идёшь, не туда не делаешь. Но там каждые косяки, видите, они, да, они же как на ладони. Вот, пожалуйста, ты... Тем более, что с учётом, я просто по своему отряду хочу сказать, это обязательные линейки, там, боевые листки, спортивные соревнования, концерты давали, куда-то выезжали, всё. Это всё было, это у нас ещё девчачий отряд был, да? А что там вот у ребят, а Ваня, а ты-то начинал эгитбригаду вообще, да? Да, эгитбригаду, да, начинал. Это было такое... И причём это... Ведь это же, да, ведь это же всё было как-то востребовано, да? Востребовано. И с интересом наблюдался, как я говорю, что вот звёзды, да, вот посмотреть лишний раз на звёзды. В прямом смысле, если отряд уезжал далеко за пределы, то там и звёзды другие, да? Там уже получался человек, вот в этом возрасте, когда тебе 18-19 лет, и ты получаешь самостоятельность. Когда от папы с мамой оторвался, и там за тобой ни учителя не следят, никто, ты должен сам принимать решение, как себя вести в этой ситуации, что делать. И как, и вот от этой зависимости ты, в принципе, сам начинаешь уже двигать. И, соответственно, то, что ты хотел сделать, как это получится? Давид Борисович, ну, Ваш... Вот Вы в каком возрасте попали первый раз? Командиром линейного сразу, да? Нет. Вы сначала бойцом? Я сначала был бойцом городского отряда на строительство здания нашего областной дома. И первый опыт у меня был очень тяжёлый, я бы так сказал. Поскольку первый курс, а первокурсников брали очень тяжело в отряде. Ну, это надо заслужить здорово. Надо было пробиться туда, положить определённые усилия. Ну, учитывая, что я был общественником, там, участвовал в художественной деятельности, в студенческой ясна, участвовал там в театре оперетты студенческом у нас, был в техническом университете. Ну, я сама политех закончила, я помню, у нас мощная веса. Были, были такие какие-то уже отношения. И благодаря этим, я прямо скажу, мне удалось попасть в городской отряд после окончания первого курса. А почему неудачный? Потому что молодость, как Ваня сказала, она кипит, горит. Как-то я опоздал на работу и не успел переодеться в рабочую одежду. И пропорол себе ногу. Так что весь мой первый начальный опыт свёлся к 30 дням где-то плюс-минус работы. Вот. Ну, благо там рядом поликлиника, всё мне быстро сделали. Ну, ведь это же ЧП, да, если боец пропал? Тогда ведь каждый этот случай рассматривал с областным штабом. Это очень серьёзно. Да, да, да. И я вот совершенно не закончу, я думал, что меня отчислят, отчислят с этого дела. Но на моё счастье, если есть у нас время так в дации, в историю. На моё счастье, меня пригласили, ну, как общественника, на организовать, помочь организовать встречу с молодыми демократами Франции. В то время они приезжали к нам в нашу область знакомиться. Да, и в том числе... Молодые демократы Франции. Нет, Макрона тогда ещё не было. А может быть, он уже был тогда среди молодых демократов. Нет, не было точно этой фамилии. Там были другие люди. И поскольку как-то я был свободен уже, всё, меня пригласили туда. Первый опыт знакомства с французами тоже был очень неудачный. Да, не ворвая руля вторую ногу. Нет, но потому что всё, что я подготовил, я когда зашёл в автобус, в Селегере подошёл в автобус, они хотели познакомиться с нашим движением студенческих отрядов. Конечно, я готовился, всё, но когда я зашёл в автобус и увидел этих молодых француженок, да. А, француженок. И французы, и других парней, но поведение их меня, конечно, шокировало. Я вам скажу, я был не готов. Всё-таки я был такой, ну, наш, воспитанный из культурной семьи мальчик, а когда сидят девушки в автобусе, ноги на плечах. О, уничтожение. Но я вам хочу сказать, что самое большое поражение, которое я испытал, это то, что у них были грязные ноги. О, вот. Вот тебе французы. У меня же французы впечатление по литературе. Это обязательно французские духи. Да, вообще всё было. Стиль француз. И я вам хочу сказать, что я замолчал и не знал, с чего начать. Меня пробило. И вдруг у меня над ухом такой настоящий хороший голос говорит по-французски, начинает говорить, разрядил обстановку и потом спокойно говорит, ну, ты отошёл, ну, давай, начинай. Вы знаете, это был один из легендов студенческих строительных отрядов, член журналистского сообщества Российской Федерации, будущий профессор кафедры в университете медицинском, Слава Лавриков. О, наш Слава Лавриков. Всё, на этом мы делаем перерыв, уходим на небольшую рекламу. Не переключайтесь, уважаемые друзья. Вот и Лавриков наш. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире. Сегодня день студенческих строительных отрядов. Вот мы сидим здесь в обязательной атрибутике ССО. Я не знаю, вот как вот сейчас, девочки, вот я просто порадовалась, увидела современные студенческие строительные отряды, они в таких же куртках, как и у нас. Вань, Вань, у тебя, я смотрю, она такая сохранилась зелёненькая. Это не сохранилась. Это уже наводил? Это у нас 10 размеров больше, чем была у меня, когда я был в стройотряде. Ну, а, ну. Поэтому она никак не навязывается. Моя ещё, да, моя висит. Она вот у меня такой мини-уголок есть, музейный, но она, к сожалению, тут ещё в пыли частично. Но вот вы можете посмотреть, уважаемые друзья, как выглядели стройотрядовцы давным-давно. Лет 30 уже прошло, да, с тех пор. Кстати, мы сегодня упомянули Вячеслава Лаврикова. Я знаю, что сегодня болеет он, да? Это тяжело. Давайте пожелаем здоровья нашему, нашему товарищу. Вячеславу Георгиевичу. Да, да, да. Это легендарные люди, и в том числе и Слава Лавриков. И вот так вот у вас начинался, как вы говорите, вот так вот для вас начиналось студенческое строительное движение, да? Да. Можно сказать, ну, с рядового бойца. С рядового бойца, на приёмке бетона на восьмом этаже. Да, вот приёмка бетона на восьмом этаже. А потом уже вас командиром избрали? Потом я через год поехал командиром отряда, потом уже не ездил до окончания института. После окончания института, я был оставлен на работу в институте, и уже будучи сотрудником института, поехал, меня пригласили комиссаром зонального штаба в город Жив. Зональный штаб, это, как вы правильно сказали, это порядочное количество человек, вот было не менее 500. Но там несколько отрядов, мы объясним тем, кто не знает, да? То есть он объясняет несколько линейных отрядов, 25 линейных отрядов объединяет в себя, это зона. Так называемая зона ничего общего не имеет к местам не столь отдалённым. Это зона, допустим, район большой, да? Или два района, да? Это несколько районов. Да, несколько районов. Направление. По количеству людей, по объёмам выполняемых работ, это уже приравнивалось к двум крупным строительным организациям или к небольшому строительному средству. Поэтому это всё надо было организовать, надо было обучить людей, чтобы таких ошибок, как у меня, с первым годом не происходило. Да, да, это очень. Потому что это было действительно очень строго. Это ЧП было реально, вот вы сказали. Большая работа была предварительно проведена. Ну, а поскольку меня пригласили комиссаром, командиром был избран Николай Николаевич Игнатьев такой, он был студентом, он после армии, мы почти одногодки, поэтому нам не помешало быстро найти общий язык. И я помогал ему, будучи больше по времени, не так связан, как он с учебной работой, помогал ему со всеми производственными делами, не только с комиссарскими, которые шли по идеологической линии. Там дел-то много было строить, как вспоминаю. А когда ты на стройке, это сейчас, кажется, всего завались, всех строить материалы, раньше достать раствор, вот у нас, это была проблема. Я никогда не забуду, как я написала в газете «Смена» в нашей комсомольской, передавиться такая была, там была такая фраза, «Раствора днём с огнём не найдёшь». Я помню, в следующий день, после того, как вышла эта статья, я выхожу, значит, у нас объект, девчонки работают, штукатурят дом, который до сих пор стоит у дачного Мауси, не развалился. Останавливается Волга нашего прораба, оттуда вылезает прораб, время 9 часов утра, яркое солнце светит градусов 30 уже, наверное, за порогом. И он выходит, достаёт вот такой огромный факел, такой вот, и поджигает его, и кричит, «Где она, командир, где?» Я выхожу с ужасом, я думаю, сейчас меня подожгут на костре, и всё, как... И я говорю, я здесь. Он говорит, «Пойдём». Он зажигает, факел у него в руках, говорит, «Берёт меня за руку, пойдём». «Данку». «Куда? Раствор искать, его же днём с огнём не найдёшь». Но тогда вот эти публикации, они отлично... Вот имели какое значение? Работала пресса. Тогда печатное слово, это равносильно с партией могли исключить человек. Вот комиссарская работа заключалась в том, чтобы и подготовить и людей, и в то же время помочь организовать прогресс, технический, работу саму, тем, кто непосредственно руками своими работает. Кстати, вот мы говорили в перерыве, пока переключаюсь на рекламу, вот я к подготовке программы, историю вот так вот коротко движения этого, и вот финальная фраза этой истории, что в 1991 году после запрета КПСС и распуска её молодёжной организации ВЛКСМ центральный штаб всесоюзного студенческого отряда прекратил своё существование. Уважаемые друзья, вот читаю, вот это готовила, да, читаю, и вот плакать хочется. Такое жуткое разочарование, это же какая мощная организация, вот как всё удалось за один миг фактически пустить под откос. Вот, и Маша так же сказала, что нет, не удалось. Но Машенька, сколько лет, не было ничего. Это было региональное абсолютное решение. Каждый регион принимал для себя решение, будут в этом регионе действовать отряды или не будут. У нас есть регионы, в которых студенческие строительные отряды не прекращали свою деятельность ни на одну минуту. После 91-го года? После 91-го года. То есть это было абсолютно региональное решение. Сибирь, наверное, да? Наверное, да, там. Да, это Приморский край, это всё вот туда. Они как работали, так и работают до сих пор, с огромной поддержкой, в том числе финансовой стороны своих регионов. Там это движение не прекращало свою деятельность ни на одну минуту. Но у нас в Тверской области такого не было. Не было. И они выступили в своё время инициаторами Возрождения. И у них получилось. Что у нас, Маша, вообще ваша тернистая дорога как вот так вот привела к строитрядам? Вот к этой куртке-то нашей святой. Ну, мимо куртки хожу с, наверное, рождения, потому что отец, ну, я такой студенческий ребёнок первокурсный у своих родителей. И отец принимал участие в строеотряде Медицинского института. Мощное движение там тоже. Комиссар, был комиссаром отряда. И со своим отрядом они строили, ребята, Восточный мост и участвовали в международной стройке в Германии. Вот, кстати, Машенька затронула, ведь, наверное, не все знают, что, да, Восточный мост-то наш. Это дети сейчас стройотрядов. В 80-м году был, когда я комиссаром зонального отряда. Здесь как раз у нас на Восточном мосту трудилось 8 отрядов, в том числе и Медицинского, которые Маша сказала, упоминали. То есть это действительно было очень мощное движение. И на самом деле это не то, что нынешние мигранты приезжают, это были ребята от души, работающие на полном серьёзе, отдававшие себя, но знали, за что деньги получали. Понятно, но вопрос скажет, а вот он, почему он до сих пор не рухнул, хотя он строился студенческими строительными отрядами. Люди знали, что делали, да, во всяком случае свою работу знали. Выполняли конкретно, ведь это же и учёба шла перед тем, как ты поедешь куда-то, тебя должны выучить. Это же было обязательно. Был мастер обязательно, аттестованный, который наблюдал, контролировал. Он сдавал работу. То есть это было по-настоящему строительный процесс. Сети, традиции, они все сохранены. И возвращаясь, если ко мне, я пионер-вожатая. Потому что не было сначала строительных. Я пионер-вожатая с 24-летним стажем. Очень люблю и предана до последней клеточки своей, этой своей работе. Очень хочется мне возродить движение у нас в регионе. И считаю, что оно нашему региону очень-очень нужно молодёжи. Потому что мы говорим про то, как было, да, и что было ценно. Так вот, я совершенно уверенно заявляю о том, что всё, что было ценно тогда, ценно сегодня. Ой, как да. Ребята сегодня абсолютно точно так же хотят проводить время вместе со своими друзьями, с теми, кто, своими сокурсниками. Но не просто так, а со смыслом, да. И сегодняшняя молодёжь, вот их там всё ругают подряд, вот я буду хвалить. Они ребята, которые очень конкретно знают, как правильно и на что тратить своё время. Вот он не будет тратить своё время без пользы для себя. И он очень ценит это своё время. И в своё это время он хочет развиваться, и он хочет зарабатывать. Он хочет быть нужным. Да, молодой человек сегодня хочет быть нужным. И он хочет знать, что то, что он делает, это кто-то ценит, оценивает, и в том числе рублём. Вот. Мы говорим о том, что труд, вот я в этом уверена, на сто процентов, должен быть оплачен. Понимаете? Это нормально. Есть понятие добровольчества замечательно, прекрасно. Есть вещи, которые, да, нужно делать по велению сердца бесплатно, да, потому что это правильно. Но есть вещи, которые в какой-то момент начинают быть квалифицированным трудом. Ну, конечно. И это должно быть оплачено. Понятно. Поэтому ребята... Да, 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 уважаемые друзья. Но тем не менее, как и раньше, помните, антиподом строитрядов были шабашники, которые были постоянно... Можно было в той же деревне, в одной деревне, работает строит отряд, строит коровник, да. И тут же параллельно шабашат другие, которые исключительно за рублём. То есть в строитряде это был не только... Рубль был, но не только. Это было далеко не главное. Безусловно, не говорим о том, что нас интересует только рубль. Мы говорим о том, что трудиться со своим товарищем рядом в атмосфере коллектива, правильный мероприятельный, правильный настрой, правильное наставничество во время работы, это совершенно другой опыт и это совершенно другая точка роста для этого молодого человека. Конечно, конечно. Я хотела уже добавить, трудиться буквально в рамках социалистического соревнования. Как было у нас? Соревнования осталось. Вот это вот, это очень важно. Сейчас. Конкурсы профмастерства. Существуют соревнования между отрядами, когда они выезжают на всероссийские объекты. Это объекты Росатома. То есть если Росатом открывает стройку, приезжают несколько отрядов. И конкурс идёт между отрядами. Все традиции, которые существовали в 20 веке, они все сохранены. И это очень даже хорошо. Сейчас молодёжь на самом деле тоже хочет прочувствовать эту всю романтику, всё вот это. Это очень дорогого стоит. И я уверена, что это прям супер класс, что это всё прям вот возрождает, всё прям вот идёт только вперёд. Это молодёжи очень ценит вот это всё, молодёжь. Наташа, а вы-то как пришли к стройку? Я работала вожатой. Тоже вожатой? Да, да. Это прям вот... Люблю вот это вот дело. И мне вот Мария Вадимовна позвала, пригласила. Я прям с удовольствием согласилась. Вот в это всё окунаюсь сейчас. Это так всё интересно. Это я прям счастлива, что я попала во всё вот это вот РСО, российские детские отряды. Наташа у нас специалист. Это студентка последнего выпускного курса колледжа культуры. Поэтому человек, который будет профессионально у нас заниматься мероприятиями, профессионально заниматься созданием правильной атмосферы, правильного настроения, что такое комиссар, да? Комиссар — это душа. Комиссар — это душа. Комиссар — это душа. Там хуем комиссаром. Мы уникальный регион с вами, я везде об этом рассказываю. У Тверского регионального отделения комиссар с балалайкой. О-о-о-о. А очень удобно. Легка на подъём. Да. Это не рояль. Надо было сюда захватить. Да. Это традиция строя. А стройотряды уходят дальше. А строй балалайки не знают фальши. А стройотрядовская песня жива, сохранена. И спевки отрядные, они существуют и сейчас. Ребята с удовольствием на них приходят, поют песни под гитару на всех мероприятиях. И именно РСОшная, как мы говорим, песня российских студенческих отрядов, это песня вживую под гитару. А какие песни-то? Наши поёте в тех временах? У нас что, у нас стройотрядовские песни? Давид, что-то хотели бы под... Я несколько, да, хотел вот Машу как-то, не то, что против сказать, но хотел бы просто добавить из себя, что комиссар, это не только песни под гитару. Это не только его главная задача. Ну, конечно. И не только главная задача быть душой. Он ещё должен быть, конечно, помощником командира. Комиссар – это человек, который должен разбираться во всём. Правая рука. Начиная от техники и кончая там техникой безопасности, поведением, связями с общественностью и так далее, и так далее. Потому что у командира очень много задач. А если комиссар он настоящий, то это второй главный инженер. Но только с политическим уклоном. Ну да, с политическим уклоном. Мы выбирали кадр. Я учусь, впитываю всю информацию. Я не для того, чтобы критиковать. Я просто рассказываю, как было в наше время. А где ещё? Да, как и наше время, опыта набраться. Пока есть возможность девчонке научиться. Понятно, что это не только петь-плясать. Это серьёзный объём работы именно с контингентом. Это идеология, это настрой, это... Здесь могу даже добавить. Мы потом, когда выезжали в отряд уже после того, как мы уже закончили работу в стройотрядах и так далее, просто во время отпуска собирались, и отряд ветеранов. Мы вот такое делали. У нас был такой. Там Серёжа Румянцев был, Миша Семёнов. Ну, нормальный, много интересных ребят, которые... Многие из них заканчивали политехнический институт уже. Ну, вот как говорит комиссар. А чертежи только Семёнов читал, и я. Больше никто из инженеров читать не был. Вы, кстати, девчонки говорили, что вы профессиональные вожатые, можно сказать так. На этом профессионализме вожатых родился отряд студенческий вожатых, или как? У нас, пожалуй, педагогическое направление на сегодняшний день самое развитое. В нашей губернии. Восстребованное. Да, самое развитое. И наибольшее количество отрядов у нас педагогические. И интересно, вот, наверное, именно в эту сторону хочу поговорить, что такой самый яркий педагогический отряд у нас при Тверском государственном техническом университете. Политех наш. Да, при политехе. А когда-то были самые лучшие отряды строителей. Называется он ЛИФТ. ЛИФТ. Не случайно, наверное, называется так. Так вот, если мы говорим про организацию в целом, и я думаю, что вы поддержите ту мысль, которую я сейчас хочу сказать, что участие в студенческом отряде, и если мы говорим, например, про командирский, про командный состав, это командир-комиссар, то это возможность стать молодежным лидером. Сегодня ребята, молодежь, о которой мы так много говорим, они пытаются всяческим образом выделиться, стать лидером, заявить о себе. Так вот, сегодня российские студенческие отряды дают возможность молодому человеку проявить свои лидерские качества, проявить себя как руководитель и построить определенную карьеру. Потому что если мы говорим про участие в региональных проектах, про участие в федеральных проектах, есть возможность быть замеченным и получить интересные предложения дальше и по работе. У нас есть прекрасные примеры. Если мы, например, будем говорить сейчас про командира нашего окружного штаба Центрального федерального округа, то это молодая девушка, ей 28 лет, она из Алтайского края, из села, и сегодня является депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Это прямо как художественный фильм. Да, это Юля Дрожина, вот она яркий пример того, как благодаря российским студенческим отрядам она из обычной девчонки из Алтайского края смогла вот столько добиться в жизни. Слушайте, ну прям как у нас, в нашей бытности. Ведь то же самое, да? Мы вот рассказывали о том, что у нас тоже, ведь лифт названий не случайно тебе, прямая дорога дается на выбор, выбирай любые должности, фактически какие тебе душе угодно. Да, Давид, вы говорите, что вы же тоже вы же начали наш рассказ, с чего работали в политехе, в институте. Да, у меня судьба сложилась так, что уже после того, как я был командиром зонального штаба, ну меня взяли на заметку, будем так говорить, и пригласили в Оржев, там где мы стояли, штабом на работу. И я пошел на это, бросил попытки поступления в аспирантуру и ушел в Оржев работать на предприятии. То есть науку применяли на реальную практику? Да, приехали руководители предприятия и мне предложили. И в 27 лет не побоялись меня пригласить на должность первого заместителя генерального директора. А вот чем это не сроднее депутату государственной? Да, вы знаете, это может быть чуть поменьше, но это параллельно. И таких примеров я могу привести не только по мне, но и по многим другим. Например, мой соратник по студенческим строительным отрядам, который возглавлял другую зону политехнического института, Морозов Евгений, он таким же образом был замечен, работал потом командиром областного отряда и потом пошел в руководящие должности областного масштаба. И таких примеров еще раз говорю. Можно сейчас просто, чтобы не занимать эфирное время, привести много-много десяток примеров. И даже, прошу прощения, я вспомнил тут в разговоре, даже рядовые тоже были замечены. Вот, например, я знаю в одном отряде, у нас был врач Никитин с медицинского института. И я вам хочу сказать, что его навыки, вот эти организаторские, хозяйственные, тоже были замечены. И буквально через какое-то время небольшое он стал главным врачом очень крупного санитарной медицинской части в Череповце, а потом главным врачом областной больницы в Вологде. И таких примеров можно вспоминать много-много. Да, потому что вот, да, я вспоминаю свое командирское начало, я тоже, я уже на первом курсе стала командиром. Так вот те привычки, которые выработала эта работа, на всю жизнь остались. Я привыкла начинать свой рабочий день в 5 утра и все делать буквально по составу. У меня была записная книжка, все буквально до 20 минут у меня было в день расписано, потому что если ты это не распишешь, то ты не успеешь ничего. Ведь сколько нужно было пройти инстанций, прежде всего тебе дали разрешение взять этот объект. Это начиная с санэпидемостанции, ты скажешь, что такое страх? Это страх. Это страх. Ты не получил бы никогда, чтобы все должно было быть выполнено. Ничто не меняется. Все то же самое осталось. Кстати, девчонки, остались вот те самые начало сезона, как это было у нас в манифестации начинало, когда мы шли по улицам города. Это такая гордость. Есть сейчас что-нибудь такое? Да, у организации есть обязательные мероприятия, которые региональный штаб должен провести. И мы сейчас говорим про то, что сегодня называется открытием третьего трудового семестр. Третий трудовой семестр, это когда заканчивается учеба, это уже лето получается, да? Ну, традиционно это проходит с середины мая до начала июня, когда торжественно отряды получают путевки на свои трудовые проекты. И вот как бы мы провожаем ребят. Девочки, Наташа, а где путевки-то получаете? Где-то сейчас есть, где-то, где их вручают-то хоть? Таинственное место вот это где есть? Таинственное место вот в прошлом году вручали во Дворце творчества детей и молодежи. Да, таинственное. Таинственное, да. Не совсем таинственное, уникально вот это мероприятие, которое мы проводили в мае 2021 года, было тем, что мы вручали путевки в трудовой семестр трудовым отрядам подростков. А, подростков. А мы в мае выучили 15 отрядов вожатых, которые у нас ребята в возрасте от 14 лет, от 15 с поправкой, отработали в своих школах, в летних пришкольных лагерях помощниками вожатых и получили за это зарплату. А вот это все важно, все важно, да, зарплату, это хорошо. Кстати, трудных подростков берете в эти отряды подростков? Или как, работа с трудными подростками, которая для нас тогда была очень важна? Как сын полка у нас обязательно кто-то присутствует. Обязательно. Два-три человека обязательно будет. Это, наверное, вот. Да, да, да. Наташа, как? А то она отмалчивает. Да, 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 с удивлением Наташа с меня посмотрела. А я слушаю, питываю. Да, прям очень интересно. Наташа у нас молодой комиссар, мы 14 февраля отметили месяц в профессии. О, Ваня научит, как что надо. Поэтому. Ну и как с трудными у нас? С трудными подростками мы сейчас разрабатываем программу, ну, во-первых, мы уступаем с точки зрения наставничества, когда студенты работают с ребятами, педагогические отряды проводят тренинги и так далее. Мы приобщаем через комитет по делам молодежи и сотрудников, которые непосредственно прикреплены к таким ребятам, к облагораживанию, например, воинских захоронений, привлекаем ребят. В общем, считаем, что труд, который крут, он очень много может правильно поправить в голове человека и направить его в правильное русло. У нас пока нет опыта присоединения этих ребят к отрядам. Да, но мы в процессе. Но хочу сказать, что интересные всякие проекты сейчас разрабатываются на лето, а в том числе и для прикрепления таких ребят к юноармейским отрядам, которые будут выезжать на трудовые проекты вместе со своими наставниками. Да, я знаю, что юноармейцев и лагеря есть, да, на лето выезжать. А вот почему строительство-то у нас? Как? Почему у нас все-таки вожатые на первом месте? А строительство у нас есть, возможность где проявить человеку? Это наш политех родной. Вот здесь какая-нибудь. Они же, по-моему, пока только готовятся к этому делу. Мы готовимся, мы формируемся. Это более сложная ступень. Я с вашего разрешения хотел задать бы вопрос. А вообще, ну, сегодня вы вручили путевки в доме молодежи, а завтра еще в каком-то доме месте. У вас есть свое помещение? Мы сейчас базируемся при Комитете по делам молодежи. Большое спасибо. То есть вас приютили. Да. На пороге, наверное, в прихожей. Нет, нам... Вы знаете, я почему? Я извини, что перерываю. Я по своему опыту уже не только по строитрядовскому, но и по следующей работе руководителем считаю, что начинать надо с того, что должно быть место, где можно поставить телефон, флаг и два стула для руководителя и того, кто придет. И куда обязательно повесить боевую листу. Ну, что-нибудь, да, понимаете? Это моя кухня. Вот я к чему и веду. Я потихонечку веду разговор к тому, что, может быть, послушав эту передачу. Нет. Наши областные руководственные помещения. Я вам расскажу, какое есть сейчас решение. Ну, во-первых, опять-таки вернемся к Комитету по делам молодежи. Большое спасибо Александру Сергеевне Прохоровой, которая во всем нас поддерживает. И команда Комитета по делам молодежи, это наши соратники, друзья и наша Брестская крепость, так скажем. Нам выделили помещение, где мы можем с ребятами встречаться. Это Новокжаново, 7. Там же у нас официальный юридический адрес. Нам выделили большую комнату. Сейчас мы вот ее будем приводить в порядок, чтобы там встречаться, проводить мероприятия для отрядов. Но есть еще одна очень радостная весть. В правление нашей организации вошла Юлия Владимировна Саранова. И когда разрабатывался проект... Туда же Балтайский край. Да, да, а вы Балтайский край. Да, очень замечательная совершенно девушка. Гордость нашего региона, я считаю, по многим вопросам. Так вот, когда строился музейный центр современной «Россия. Моя история», то при административном здании было предложение выделять помещение молодежным и общественным организациям. По проекту у нас там целых 17 квадратных метров. Иван Владимирович, а у нас областной штаб строя отрядов сколько было квадратных метров? 95 квадратных метров. Есть к чему стремиться, уважаемые молодые друзья. Мы начнем скромно. И захватывайте, и захватывайте. Вы знаете, когда мы соберем такие тысячи, которые собирали, отправляли вы, мы будем говорить о 95 метрах. Пока начнем с того, что есть. Да, и обучение до начала. Да, Маша, я сразу хочу пожелать, чтобы вот это вот «Вакжаново-7», который 17 квадратных метров, который удалось... Нет, «Вакжаново-7» там чуть побольше. Побольше, но вот где будет 17, чтобы появилась скоро вывеска. Областной штаб российского, уже называется, российских студенческих отрядов. Чтобы это был уже областной штаб. На самом деле, чтобы был флаг... Я думаю, что мы проведем торжественное открытие и заявим об этом громко. По поводу флага, регионального нашего флага, ребята только что провели сейчас такое модное слово «ребрендинг». Ребята разработали новый бренд-бук регионального отделения, и флаг у нас будет такой очень красивого, нежного цвета, а эмблема, она будет с региональным отношением к нашей Волге, к нашему Староволжскому мосту и к всем символике основных ценностей российских студенческих отрядов. Я знаю Машу несколько и по другой работе, по ее педагогической и прочее. Хочу сказать, что у нее много энергии. Я надеюсь, что она умеет стучаться в двери по нашему, как в старинке было принято. Так что я думаю, что что-то должно получиться. Не хуже, чем у нас. Кстати, человек сколько сейчас на начало 2022 года объединяет новые движения и стройотрядов? Мы говорим о 204 официальных, официально зарегистрированных членах организации. Нужно понимать, что сегодня организация строится на членстве, то есть существует членский взнос. Это очень много денег. У нас не было такого. Очень много денег. Это 500 рублей в год. 500 рублей в год, чтобы ты захочешь быть стройотрядом, чтобы выкладывать 500 рублей. Собирали на мудирование, на эмблемы. Может быть, это и есть. Это тоже, конечно, не бесплатно. Конечно. Поэтому, может быть, эти взносы и тратят на... Нет, но это определенного уровня ответственности, это определенного уровня дисциплина. И нужно тоже понимать, мы общественная организация, мы должны на что-то жить. У нас финансирование идет за счет нашей непосредственной деятельности, за счет членских взносов и за счет грантовых всевозможных историй. Но грант сегодня, вы понимаете, что это лотерея. Не всегда. Это реалии современной жизни. Мы будем отрабатывать всевозможные варианты получения финансирования, в том числе региональные субсидии. Подаемся регулярно на федеральную поддержку. Мы сами пытаемся каким-то образом проводить мероприятия в рамках нашей уставной деятельности, что не запрещает нам определенный заработок. Поэтому выживаем как можем. А почему 500 рублей? Потому что, трудоустраивая студента, организация во многом берет на себя ответственность за то, чтобы этот опыт трудовой у студента прошел максимально успешно. То есть мы представляем интересы, мы оформляем пакет документов, мы проходим с ними всевозможные комиссии. Ну, как у нас было. И еще интересно, большое спасибо центральному штабу, уникальные люди. С конца 2021 года организация получила возможность быть оператором огромной федеральной субсидии на обучение студентов рабочим профессиям. Вот это очень важно. Государство дает деньги вкладывающие. Наш регион получил квоту в 200 единиц. И мы, начиная с середины марта, будем обучать студентов, ребят, рабочим профессиям. Это очень важно. Я только хотела пожелать, чтобы комиссару с балалайкой добавился мальчик очень активный, с мастерком. С мастерком, да. Ну, разбавляем. И уже такая сила будет. Мы кастинг объявили. Отлично, отлично. Ребят, эфир незаметно подходит к концу. Иван Владимирович, не напрасно все это было? Вот слушая, получается, девчонки. Нет, напрасно никогда ничего не бывает. Дело в том, что или даже если что-то не получалось, то это опыт ошибок трудных, да, в принципе. В любом случае для нового поколения будет чем-то сделано. Но на самом деле самое главное, что мы вот сделали, что открыли те люди, которые были у начала, хочется их светлым словом помянуть, это, безусловно, Богданов Владимир Евгеньевич, командир 1-й отряда. Да, да, это наша история. Вот Суворов. Суворов. Бакуров, профессор. Бакуров, слава богу, уже здоров, ему большой привет. За здоровье. Если он смотрит нас. Иронов, Митюрёв, очень много было. Да, да, вот эти люди вкладывали в это свое сердце, в свою душу. И наверняка она вот это потом прозревать будет и вырастать. А я вспоминаю, Ванечка, ты говоришь, я вспоминаю нашего Гена Павлинова. Нам нужно делать летопись. А вот в том музее, где вы будете располагаться, как раз будет нужна историю страницы. А музей планируется, возможно, наши куртки тоже там будут когда-нибудь? Запросто. Я предлагаю начать, например, с нашего Тверского государственного технического университета, которому в этом году исполняется сто лет, у которого есть прекрасный музей, и история которого неразрывно связана с строительными отрядами. Поэтому мы начнем. Давайте, давайте, а я с удовольствием, если будет возможность освещать эту историю. Да, некий. Даже производственные корпуса в университете, корпус Л, строили студенческие строительные отряды. Вот так вот. Сам институцию без строк. А я хотела добавить, Ванечка, а что ты хотел сказать? А вот начерикал я тут несколько строчек, значит, два из моей агитбригады, практически, одной из первых, которые Политехнический институт, кстати, по всей области катался. Мы бойцы, мы не мамины детки, где работа, там песня всегда. И хранят память каждая клетка. Строиотряд в нашем сердце всегда. Всегда. Всегда, уважаемые друзья, мы, к сожалению, подходим к концу нашей передачи. Давайте всех, кто имел отношение к строиотрядам и кто будет к ним ездить. Поздравим с праздником. Строиотряд это наша молодость, да? Пусть повезет нам в большом пути от равнодушья себя спасти. Конечно. Мы всегда пели эту песню и будем ее петь. А мы подхватываем эту песню своим девизом. Труд крут, а мы еще круче. Ура, товарищи, ура, с праздником. Успехов. Успехов. С праздником, строиотрядом.